С вероятностью 0.5. Таким образом, я задал, что у меня выборка будет разделена поровну примерно на две подвыборки. И респондентов, у которых в этой переменной оказалась единичка, я как раз и поместил сюда. Так, задав это условие. То есть, модель будет строиться только на респондентах из России с условием RAND равно 1. Затем я планирую взять респондентов RAND равно 0 и проверить, как работают на них полученные коэффициенты. Тем самым я проверю модель на устойчивости. А пока что я запускаю имеющуюся модель. Во второй табличке мы видим, что R2, полученный именно для обучающей подвыборки, равен 0.506. Это несколько меньше, чем R2 дисперсионный. Но достаточно близок к R2 дисперсионному, из чего мы делаем вывод, что линейная регрессия неплохо моделирует наши данные, нашу искомую закономерность. Следовательно, в дальнейшем для этих данных нет необходимости искать другую форму регрессии. Мы видим, как распределилась межгрупповая вариация и внутригрупповая вариация почти поровну, но, к счастью, межгрупповая чуть выше. Дальше мы смотрим на таблицу с коэффициентами. Прежде всего, конечно, смотрим на столбик сиг, чтобы убедиться, что все коэффициенты и константа в генеральной совокупности не равны 0. Действительно, нулевая гипотеза здесь отклоняется на 95% интервале. А нулевая гипотеза как раз и состоит в том, что в генеральной совокупности эти величины равны 0. Значит, мы считаем, что они не равны в генеральной совокупности. Если бы какая-то из этих величин в генеральной совокупности была бы равна 0, мы должны были бы удалить соответствующий предиктор из модели и заново построить модель. Теперь нам осталось проверить, действительно ли наша модель устойчива. Для этого нам надо перезапустить ее, при этом сохранить предсказанные значения. А также остатки, простые остатки, не стандартизованные. Continue, ok. Мы заново получили те же таблички, но, обращаю ваше внимание,